Юсуф Мусаевич, Юсуф, салам алейкум, приветствуйте, да? Салам алейкум, салам алейкум. Юсуф, с Маунтбойс миллион долларов, коротко. Маунтбойс. Начну тогда, я думаю, знакомство, в одном году, чем это получается в 2019 год. Если же одного из вас не станет, то второй на протяжении всей жизни будет помогать семье, часть весла, которые входят с Маунтбой. Первые игры, первый тур, сразу попадаю в символическую сборную. Просто играют кто-то меня, я тут не сдержался, можно сказать, на конфликт пошел. Заключил соглашение, почему снова укропил? Да, тут даже помню, что в игроке позвонили и сказали, что пока не берем. Не знаю, я думаю, я бы хотя бы заслуживал шансы. Тут такой дефицит финансов. Ну, это личные спецслава Мурада Маганедовича, мои. Быть воспитанником футбольной школы Маунтбойс – это дорогое удовольствие. Всем ассалам алейкум, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. Сегодня у меня на моем канале такой необычный выпуск. Давно хотел, честно говоря, я пообщаться, пригласить такого собеседника, собеседника, так скажем, такого калибра. И сегодня у меня в гостях соучредитель футбольной школы Маунтбойс – Дагестан. Всем интересно, как появилась футбольная школа Маунтбойс. Все знают, что есть руководитель, один из руководителей в лице Мурада Маганедовича Амарова. Но не все знакомы с тобой. Ты такая темная, скажем, рабочая лошадка, которая выполняет огромный объем работы, которая остается и ней, но без которой футбольная школа не развивалась. Иисус Мусаевич, поделитесь, пожалуйста, с нами, как пришла идея зарождения такого глобального масштабного проекта. Все-таки сейчас более 700 детей в школе занимается. Хочется, чтобы вы поведали нам, как вы пришли к этому, как открывались, как познакомились с Мурадом Маганедовичем. Многие думают, что вы родственники, поэтому вещайте. Начну тогда, я думаю, знакомство с Мурадом Маганедовичем. Это, получается, 2019 год, февраль. Мурад Маганедович, получается, в нашем районе, в Средаконесском районе, создал футбол, создавал игрушку в футболе, и в том числе участвовала моя команда, моего села, это Миридо, и позвонили ко мне, будешь участвовать, спрашивали, я говорю, давай, почему ты нет. То есть вы были футболистом или представителем команды? Я был игроком, обычным игроком, да. Меня заявили, и начал играть. Первые игры, первый тур, сразу попадая в символическую сборную, Мурад отмечает, как он меня звал, фотографу, чтобы он сфотографировал для символической сборной. Потом второй, по-моему, игровой день, у меня чуть-таки такой тур получился, у нас футболистальная игра, вот, жесткая игра, кто-то меня, я чуть не сдержался, можно сказать, на конфликт пошел, там драка такая, может, сказать, была. Ну, не похоже на тебя. Тут нам не конфликтный парень. Тут, ну, не знаю, что-то, наверное, нашло, что вот так поступил, залей, конечно, вот. И помню, что реакция Мурада была такая, да, тоже. Сразу он сказал, что я и с кем у меня был конфликт, что мы больше не участвуем в этой лиге, вот. И пошел час, может, два, я подошел к нему, я говорю, что не стоит другому парнишку из-за меня, как бы, да, ограничивать. То есть это тот, с кем боролся, да? Вот. Я говорю полностью, я виноват, это моя ошибка, вот, и в качестве извинений я говорю, что буду помогать лиге, там, от меня я купил хороший мяч, так все, надо менять. Позвонил, получается, одни из дней ему, вот, чтобы как-то, по-моему, мяч купить хотел, передать ему, и он мне говорит, Исок, вот, я сейчас в апреле планирую открыть школу футбольную, получается, в Северкале, вот, получается, на своем родном селе, Мурат хотел открыть, и он говорит, неинтересно ли тебе стать кнейром, вот, и приняла детей. На тот момент у меня была остановка, ну, ты остановлена карьера футболиста, вот, и я учился, получается, на том, в моем втором курсе, как раз я учился в ГГУ, по культической культуре и спорта, и мне стало интересно это предложение, и я, можно сказать, сразу же ответил, да, почему-то и нет, и узнал, что также был приглашен тренер, это Рустам Загидов, вот, и первого апреля начались тренировки по футболу в Киеве Северкала. То есть, вы встретились, была ли какая-то концепция проекта, либо же вы просто вот решили, что давай запустим, как бы, в родовом селе Мурата Амарова, там, первый, там, пилотный такой проект, получится-получится, не получится-не получится, либо так, либо же четко, ясно, выстроенная стратегия, хотя бы, там, на ближайший год-два. Я, честно говоря, думаю, что вот, ну, не было такой, да, идеи, прям, так масштабно, чтобы... То есть, вы не заглядывали так, ничего, вперед, да? Да, в первую очередь, нам радует, это была какая-то некая мечта, чтобы его в селе был футбол. Вот, я думаю, с этого и началось, после работы, после того, как ребята начали приходить, родители начали нам доверять оттуда, и, я думаю, и Мурата, в первую очередь, возникла идея, да, открываться в других городах, в селах, и как-то вот это, чтобы масштабно школа росла. Угу. Ну, открылись вы в Сергохоле, следующий филиал был, по-моему, запущен в Избербаш. Правильно? Да. Какой промежуток времени разделял открытие одного филиала от другого, и тоже, опять-таки, что подвигло на то, что почему Избербаш и... сколько времени прошло с открытия первого филиала? Ну, первого апреля был открыт в 2019 году в Сергохоле филиал, и 25 июня того же года, получается, почти три месяца спустя, мы открываем Избербаш. я, получается, два месяца проработал всегда коллег-тренером, потом полностью тренёжным процессом руководил Загидов Рустам, и с того времени уже мы готовились к открытию нового филиала в Избербаш. Покупали инвентарь, смотрели поля, локации, делали рекламную работу, вот, и 25 июня мы открылись, вот, снова, получается, уже была первая, да, тренировка нашей школы. В Сергохоле выбор пал на Загидова Рустама, я думаю, тоже, в связи с тем, что он, честно говоря, тоже огромную работу проделал в этой лиге, по-моему, потому что я сам был участником этой лиги, я видел, что человек с утра до вечера мог отсудить 25 матчей, я не знаю, я две игры играл, у меня там ноги трещали, он с утра до вечера, плюс там, это же, не каждый футболист может адекватно реагировать на те или иные решения судейские, он молодец, и я думаю, наверное, с тем, что он близок был к проектам Мурада, в связи с этим, наверное, он его и задействовал в тренировочный процесс, потому что человек тоже вроде бы больный был и дал, наверное, шанс, да, расти, обучаться. Избирбаш, перейдем плавно к Избирбашу, с какими трудностями столкнулись при открытии филиала в Избирбаш? Были ли трудности, либо же все так же плавно, легко, как Сергохоле пошло? Ну, я скажу, что, альхамбилля, все так нормально, я думаю, для открытия достаточно людей пришло, поддержало нас, конечно, после уже открытия возникли проблемы, да, уже как-то были, да, противники такого проекта, как частный футбол, частная школа. Но я помню, что в Избирбаши, я извиняюсь, что перебил, я тоже должен был быть задействован в филиале при открытии Избирбаша, потому что тоже поступало предложения, но я на тот момент занят был немного другими делами и как-то поначалу сам тоже не верил в Избирбаш, хотя сам родом Избирбаши и помню, как скептики наговаривали, что здесь не пойдет, здесь люди не готовы платить 500 рублей, там еще что-то, а сейчас Избирбаш показывает, что это такой флагман среди всех филиалов наших и там всегда занимается большое количество детей. Больше всех детей у нас Избирбаши это такой скелет, можно сказать, на Унбойс. Скажите, пожалуйста, в Избирбаши тренерский состав, как выбирали, чем руководствовались, кто советовал? Ну, на тот момент получается, как открылись филиалов только я и в сентябре уже мы искали филера, потому что нам необходимо был, нужен был филер, еще один, вот, и мы посоветовали получается с Муридом, это арендатор поля, на котором наша школа позируется по сей день, он нам предложил кодидатуру в лице Миджедова Закажи Маши Довича, вот, мы его предоставили на тренировку, выделили всего повлеченных за этого тренера, что он хочет работать, молодой, амбициозный, исчезнание, что еще нужно, самое главное, да, и выбор полна него, доверились и видим, что игра то есть как таковых долго решающихся проблем не было, не столкнулись, что опять прошло, отлично, хорошо, отлично, Юсуф, скажи, пожалуйста, почему ты отошел от этой деятельности тренерской, перешел более, начал заниматься, так скажем, административными делами, организационными вопросами начал решать, не интересно, не твое, не любишь тренерское, либо же во главе угла стояло развитие школы и ты использовался там, было полезно. Я думаю, то, что школа быстро не росла и нехватка кадров была, и такую работу выполнять, доверять, кому-то не было такого человека, которому могли бы эти обязанности передать, и пришлось мне, получается, с Мурадом заниматься этими делами и оставить некую паузу в Кринской Корее. Там я, конечно, люблю тренеровать детей, но я понимаю, что еще как-то не сто процентов я отдаю этой работе, чтобы по сей день тренировать тоже. Как-то бывает, что я перегорает быстро. Смож силой из-за своего возраста так. Сейчас с этим сталкивался и сейчас как-то очень жесток не же. Иисус Мусавич, угощайтесь чаем, потому что я уже допиваю, я пока ознакомлю наших зрителей, чем непосредственно занимается Иисус Мусавич. Иисус Мусавич человек, который контролирует всю финансовую составляющую клуба, организационные вопросы, вся документация, заявки, организация различных турниров, то есть столько-столько волокит, я один день на себя возложил те полномочия, которые закреплены за ним, которые он за собой закрепил, честно говоря, я чуть с ума не сошел. То есть я считаю, что тебя можно назвать менеджером. Современные футбольные реалии таковы, что управленцы, они должны быть мобильными, возлагается на них большая ответственность, тем более, как ты говоришь, что это ваш продукт, это ваше детище, которое вы создали в лице Мурада Амарова и тебя, Юсуп, сложно наверное серьезные задачи делегировать на кого-то, тем более, что кадров, как ты говоришь, нет, люди хотят все здесь и сейчас, которые не задумываются о том, что расти, школа растет, вместе со школой расти, получать новые знания, ездить, обучаться, и я знаю, что ты свои обязанности ни на кого не возлагаешь, не делегируешь, скажи, пожалуйста, почему? Ну, сейчас, на данный момент, честно говоря, уже какую-то часть обязанности я уже передал, можно сказать, Казербаш и Байбук, там руководит у нас, можно сказать, Цепа Мурада Магомед, администратор, гигант своего дела, можно сказать, вот, и большую часть работы он проделывает вот в сериалах, и то, что на мне лежало, и эти обязанности часа, он мне помогает очень сильно, и там я уже могу другими займаться желания, потому что я бы сильно разорвался, бы, не смогу все это успевать. Успевать и расти, да, главное, чтоб ты отдав часть работы, возложил обязанности на кого-то, чтоб ты освободил для себя время, чтобы это время мог запомнить все более серьезными делами, потому что это все идет для роста школы. Писов, расскажите нам, пожалуйста, вы также выпускник футбольной академии Анжи, вы играли, занимались в академии в те времена, когда, по-моему, Талиман Керимов был, да, если я не ошибаюсь, или это же было подпольным. Вот я пришел в тот момент, когда Семен Керимов уходил и основал академию. Концовка концовка академии, можно сказать, да. Вот вы были в академии, вы, по-моему, обладатель кубка РФС в составе Анжи Махачкала по 2000 году, Скажи, пожалуйста, чем ты занялся после окончания академии, я знаю, там у тебя была какая-то пауза, ну, мутно, но помню тот период, когда вот у тебя бзикнуло и ты снова начал все, я возобновляю карьеру, я снова профессиональный футболист, я всячески пытался тебя отговаривать, всячески тебя останавливал, но я был бы не против, конечно, если ты реанимировал бы свою карьеру и был бы профессиональным футболистом по сей день, просто мне кажется, вот такой простой, который у тебя был, ты думаешь, легко было тебе реанимировать свою карьеру, ты ее реанимировал, ты начал, ты заключил соглашение, почему снова прекратилось? Рами надо сразу начать рассказывать, что было сразу, да, после выпуска Академии. Давай мы чуть-чуть от футбольной школы Маунтбойс переключимся на личное, на твою футбольную карьеру. Как прошел футбол? Как начал заниматься? И почему оставил и так оставил? Ну, в футбол я начал играть очень рано, можно сказать. Точно, я не знаю, честно. Не помню туда. Просто я жил в селе, получается, до 13 лет. И здесь, я помню, что играл. Помню, что у меня был друг, когда он был у меня в гостях, и сказал, идем играть в футбол. Я говорю, а что это? И так лет пошло ознакомление, да, с футболом. И я очень сильно полюбил вид спорта. И каждый день, можно сказать, я играл в футбол, я играл в футбол в селе. Когда я помню, в школе у нас на переменах, я собирал, подходил к каждому игроку и говорил, что сегодня мы собираемся два часа после занятия, играем в футбол. И в 13 лет мы, получается, если мы переехали на Хачкаву, я сразу же записался в школу футбола, получается, это Маркаровская школа, политех. Кто был своим тренером? Моим тренером был Ханита Ильянов Ивилович. Очень благодарен этому тренеру, что он мне дал, что он меня научил. Вот. В возрасте 16 лет, получается, конец после 16-го года, нам, получается, я организовал просмотр в Академии Анжи. Помню этот день, мы 8 человек пришли, была двухторейная игра. и по итогу этой игры помню, что четырех убрали, четырех оставили и дальше заниматься в Академии Анжи. Ну, были на просмотре, получается. И прошло 3-4 месяца, долго просматривали, уже думали, так и не знали, вот, возьмем, не возьмем. и все-таки взяли, помню, это был «Отель», 2017 год, мы проходили в ноябре в 2016-го, а в 2017-м году «Отель» уже, помню, это мы играли игру против «Легиона», я вышел на замену и отключился, я помню, это очень прекрасно, и после этого матча, получается, изглотов Ренат Рустамович, наш тренер в Академии Анжи, сказал, что мы тебя зачисляем, и так я попал, может быть, официально уже в Академии Анжи, следом, получается, у нас в турнир, как был в ноябре, в 2017-м, в коем случае, проходил в Кубок РФС, это получается, все Академии, на тот момент участвующихся, команды, семей-лигенажин, да, 16 команд, лучших команд, вот, и нам пошестилось играть на этом турнире, хоть я и не так много его время провел, но, тем не менее, был в коем случае, в коем случае, команды, не всех забрали, я думаю, это хорошо повлиялось, да, попасть в этот, в этот список, 18 человек, это, я очень старался, и шел к этому, я даже думал, что меня не возьмет, по итогу, взяли, я очень рад, вот, приехали, еще вместе, по-моему, тренировались, и уже был выпуск, и для нас был организован просмотр молодежи, команды, Анжи, наверное, на тот момент был. Нет, до выпуска, расскажи, пожалуйста, про вот, кубок, ФС, который, где вы стали чемпионами, и потом команда попала, вроде бы, в лигу чемпионов, мы попали в юношечку, в лигу чемпионом, но, играли мы на следующем, получается, через год. После выпуска уже? Да. академики выпустились, и, а, все, все, это уже молодежная, молодежная лига, было ограничено, U19, если не ошибаюсь, там не все наши игроки, того, сестра выиграли еще. Я помню, там были приезжие, по-моему, с Ростова, ребят, кто в Ростове сейчас играет, вроде, Верит, Хлебов, Глебов, Глебов, были выпускники 1999 года, и 2000, U19, получается, в Косоле, но это было через год, мы оставили. И ты, мы выпустились, вы отыграли, и решил, никуда не попал, и оставил, да? Да, просмотр молодежки, недели мы тренировались, это больше, чем был, уверен, что меня возьмут, потому что, я помню, кто-то 2021 игр, вのでENTURO, наиграли, нас подозвали, сказали, что я говорю, уже начался сбор, и как-то что мне возьмут, помню, позвонили, поймали, я даже, дату даже помню, что, радио позвонили, сказали, что пока не берем, позвоним, позвоним, тоже не сказали, сказали, что будет следить и отправили по рекомендуется но что вот играть эти люди но я понял что это связано руки были завязаны помоги не они принимали решение и переключился уже полностью что сподвигло тебя возобновить футбольную карьеру я знаю что у футбольного клуба анджи запрет на трансперы по моему да и они могли заявлять только воспитанник академии анджи являлся почему такое решение с чем было связано кто тебя на это побуду двадцатый год сентябрь встречаюсь с однопутниками и мы играли это султан и салов как а магомедов и по моему еще и шефан и рысаев был встретились и и они говорят она сейчас нет нападающего анджи запрет на трансфер и давай попробуй да возьмут я конечно думал как идет такая пауза большая и я советовался первую очередь с мурадом огнящая советоваться потом поступить ну мурад сказал что давай пробуй почему бы и нет то есть шанс есть то мы тебя поддержим и я согласился после этих слов пришел что даже сказали что только ты пропустил только и надо да я вот чтобы вернуть себя этой форме это был было тяжело столкнуть все проблемы в первую очередь с весом дальше и там мы пошли потому что два года там может стать и декоративно стабильно и сразу получать такие нагрузки и не был готов нагрузками и начали травмироваться по основу у меня можно сказать пол сезона ушло на то чтобы залечить свои травмы и спины 200 завершение карьеры я сам завершал я знаю насколько это насколько это неприятно насколько это большая степень больно обили с нами пожалуйста что испытывал с кем руководствовался когда заканчивал знаешь если я даже не думал что у меня когда-то такое чувство будет футболу у меня появился антипатику я перегорел я ты заходил на тренировку и задавался вопросом нет и белый не знаю почему наверное анализируя понимаю что возможно это связано с тем что я тренировался и не играл потому что я я старался я скинул лишний вес и занимался старался и не получая делать практики не знаю я думаю я бы хотя бы заслуживал шансы нормальные шансы нет и объективно трезво свои способности оценивал в этот момент либо же там было то есть без шансов человек который играл на своем месте может мне конкуренции я понимаю что я не был игроком основного состава я это понимаю но дать шанс побольше сыграть в итоге ты провел какие-то минуты профессиональные футболе это получил но не так много так хотелось это над этим и связано то что я больше пневался чем играл и однако берешься снова играть прекратил ты карьеру и с тем что мало игрового времени толкал да это и вторая причина то что у лома он будет служить на основе я помню вот и жилок на месте два-три минимум там просто был откручен каждый вечер виделись кто делать так делать ладно бы если ты играл бы был бы игроком основы там мы были бы только рады конечно я помню мы уже в конце когда подвижалась окончании твоей карьеры это не каждый день тебе все давай завязывай да нам давай это нам нужен пола нужно пола должна развиваться как бы да и вот и принял такое решение что было после открытия изгребашского филиала уже переключимся снова на полу больше открылся изгребаш по истечении какого времени дополнительные группы открывались и уже начали тренироваться вроде бы на какие-то группы на развитие арены вроде тренировались нет не дошли вы до конца начали ошибаюсь да что после изгребаша после изгребаш в столице Ахачкава и появление расходства шумоголовый да был карантин двадцатый год была пауза школа вот это не был тренировок вот и в карантине очень сильно занялся в развитии школы я помню что он время зря не терял создавал дневник винного футболиста нашей школы почерпил я помню он показывал готовил проект ну а в эти столицы школы я честно говоря я сомневался честно говоря вот как ты вызываешь сомневался я что-то махачкале сомневался ну я говорил что нам нужен опытный тренер я говорил что я молодой тренер вот и я сомневался что ко мне идут детей хотя в качестве мой Мурат пытался меня переубедить говорил что почему не дуют ты опытный танжи ты развиваешься в этом деле тренируешь дети тебя тянутся они запробуют а я говорил что нам нужно все равно опытные вот и выдал выбор я сказал на тебя вот и я думаю мы сделали правильно что подключили тебя ты я уже получается работал с собой это ты так не знаешь это тоже интересный такой период мы работали где-то я там на то время был такой чуть импульсивный где-то агрессивный да на самом деле мы прошли с тобой ну можно сказать когда работали в паре много таких интересных ситуаций было такое что и не разговаривали приходили на тренировку просто здоровались проводили работу чтобы детьми чтобы родители детишки чтобы ничего не узнали и после тренировки салам калаби и разбегались вот но опять таки видишь ну да многие сложности прошли и прошли вместе и все равно облегчает просто где-то повзрослели где-то правильно приоритеты расставили каждый начал заниматься своим делом да знания появились я думаю да и поэтому более легко сейчас на данном этапе проходит на хачкала наступает такой период что я сам где-то перегораю именно в работе с частной школой мы встречаемся с тобой с Мурадом Магомедовичем в парке Магомедовым мы сидели ночью сейчас до 4-х мы там провели время и то есть наступил такой момент когда я хотел озвучить что стоп да и знаю что и Мурад тоже хотел и так получилось что мы вместе одновременно это все сказали потому что я принял такое решение и Мурад Магомедович что опять таки первостепенная задача развития школы развития детишек и мы приняли решение что мы в этом направлении в работе в частной школе останавливаем как бы свое сотрудничество но делаем это максимально безболезненно то есть находим пока специалиста я дорабатываю начинаю посвящать тренировочный процесс реже и реже чтобы для детишек тоже для некоторых кто привык безболезненно это все прошло для родителей и рождается у нас идея академии бесплатные тренировки бесплатные тренировки бесплатные как пришла вот эта мысль вам скажите пожалуйста и готовы ли вы были на то время вкладывать вкладывать немаленькие средства искать постоянных спонсоров и вообще почему и для чего академия ну мы понимали что в частной школе выделяются ребята выделяются ради них создавались получать в частной школе группы спецгруппы где собирались ребята которые выделяются в своих группах и они собирались вместе потом поняли что для конкуренции в первую очередь для развития детей чтобы они развивались и в самой школе частной где за счет них получается в основном продвесировать любые ребята новички им тоже нужен получать для развития либо отдать их в школе либо создать свою школу и лично сам отвозил этих ребят просмотров в академии генал ВСД их сразу всех вычислили реально они выделялись и нас идут в тот момент что захотели что у нас была своя академия понимали что это тяжело понимали что будет сложно но Аллах облегчает поэтому мы попробовали я думаю не верят и сейчас видим что за это время мы хорошую работу проделали и нас измолит мы выступаем на больших тренирах нас приглашают и за счет этого и школа наша как бы можно сказать становится популярнее известнее и нам добавляются люди нам доверяют еще больше поэтому это большая заслуга и твоя расслуга ты пришел согласился знаешь что год назад ты работал на бесполной основе ты был за идею тебе большое благодарность за это на 900 мы прервемся у нас здесь честно говоря такой горный мощный восточный чай тамовар мы прервемся на небольшую рекламную паузу к сожалению не могу сказать что спонсором рекламы спонсором нашей передачи является такая-то такая-то там компания организация но приглашаю к сотрудничеству всех кому интересно нуждаемся в оборудовании классный свет классные микрофоны штативы камера поэтому если есть кто занимается бизнесом данным или же у кого есть друзья пожалуйста мы готовы для сотрудничества в комментариях укажу адрес как связаться поэтому давайте будем снимать интересные классные ролики с различными гостями будем вещать о радистанском детском футболе да и не только а пока рекламная пауза Продолжение следует... Итак, мы продолжаем к Юсу. Далее появляется у нас Академия 2015 года. Расскажи, пожалуйста, откуда собраны ребята, кто же в таком ключе она двигается, какие задачи на эту Академию, именно что касается 2015 года? Преимущественно у нас в Академии 2015 года воспитаны филиалы «Избербаш». Он стоит, это 70% оттуда, это большая заслуга, так как же Амаджудовича, нашего трейера, филиалы «Избербаш». Сейчас уже появляются новые кадры. Я знаю, что есть три игрока на просмотре, у нас находятся, тренируются с Академией. Но сейчас, честно говоря, у нас есть такая большая разница между первым и вторым составом. Есть значительно первая восьмерка наша впереди, и стараемся, чтобы и вторая восьмерка дошла до этого уровня. Так как с каждым годом у нас формат увеличивается, и соответственно нам нужны кадры, нужны игроки, готовые подписывать на Академиях. Ну, с ребятами я знаком из Академии 2015 года. Я скажу так, что один мальчишка уже задействован. Матиева была в 2014, в Академии 2014 года, и получает уже такое немаленькое игровое время. Есть еще два кандидата, именно которых я не буду раскрывать, которых я тоже хочу видеть в Академии 2014 года. То есть мальчишки 2015 года. И знаете, что самое интересное тут, что, как вы сказали, да, что ребята в основном из филиала города Избербаш, это не от того, что там избербашский филиал нам ближе. Они реально сильнее, чем ребята, которые обучаются в других филиалах, в той же Махачкале. И самое важное тут надо отдать должное всем родителям в Академии 2015 года, 2016 года, в которой мы скоро перейдем, 2014 года, что большое количество родителей из города Избербаш, которые приезжают неделю, два, три раза, то есть игровые дни, четыре раза с Избербаша, то есть жертвуют своим временем, своим заработком, финансами и уделяют время детишкам отсюда, и, соответственно, такой результат, да. И уж Матеев, отец, приезжает вообще с Хасавюртом, можно сказать, практически каждый день он и на Академию 2014, на Академию 2015 года, поэтому хочется пожелать им здоровья, сил, и чтобы это желание у них как бы не иссякало, да. По пятнадцатому, понятно, ребята сыграли в Москве на самом пристрижном кубке Чертанова, выступили более чем достойно, и тут зарождается у вас идея открытия 2016 года. Тоже поделись, пожалуйста, как это все происходило, почему, для чего. Видим, что у нас акцент идет на младшие года, это 14 и младшие. И на сытное время, поэтому мы вынуждены открывать эту команду, потому что есть ребята, которым, так же, как я говорил, необходимо, спецгруппа Академия, чтобы они тренировались, прогрессировали и представляли нашу школу на лучших турнирах в России. Не, ну, открытие Академии, тут можно и 12, и 13, и там, и 15, и 17, и 18, там, спецгруппу собирать. То есть тут вы, как функционеры, насколько вы разумно оцениваете финансовую составляющую. То есть она тоже играет первостепенную задачу, да, вот в построении работы Академии, именно спецгрупп. Да, если там Академия, там, 16-го года пока сама себя обеспечивает, то есть обеспечивает как это все на средства родителей на данном этапе живет, потому что они сами изъявили такое желание, и 14-15, знаю, что и 17-й год на подходе, там тоже очень такие интересные ребятки Машала, я их видел. Ну, то есть не наступит ли тот период, когда вот эти спецгруппы, наступит такой дефицит финансов, то есть насколько вы понимаете, куда идете, для чего и за счет чего вообще, откуда эти средства, поделитесь, пожалуйста. к аудитории, чтобы люди знали, как вообще ведет работу спецгруппа. Ну, это личные средства, Мурада Магомедовича, мои, которые мы получаем из частной школы, и получается, мы то, что зарабатываем, определенную часть, ну, на развитие школы, по-другому никак. Если хотим, чтобы школа развивалась, на данный момент так у нас. Ну, надеемся, что, в ближайшее время, у нас появится спонсор, и это нам, в ближайшее время облегчит, это мы можем уже, получается, и семнадцатый год, и шестнадцатый год, уже полноценно взять финансирование на себя, ваше доходение, чтобы все было. То есть проблемы как с финансированием, так и с инфраструктурой, и различные проблемы, вы решаете по мере их поступления, да? Все понятно. Юсуф, что дальше? Что дальше? Концепция уже, я думаю, у вас есть какой-то, может быть, недолгосрочный план, но наверняка вы уже заглядываете в ближайшее будущее, год, два, три. Какие цели стоят? Что хотите реализовать? Что уже реализовано? Ну, уже сейчас, иншаллах, мы планируем открывать сериалы о южной части нашей республики, а именно в Дириденте, вот, и глядим по своими функциями. Иншаллах, я думаю, оттуда немало футболистов будут, потому что мы знаем, что там очень сильно ведут футбол, и на Дириденте, и вместе человек, который будет руководителем там, это тоже фанат своего дела, любит общественный футбол. Вот, иншаллах, я думаю, у нас все получится, и филиалы Маундуй станут еще больше. В ближайшие годы развиваться, развиваться, открывать филиалы, находить таланты по всей республике, в селах, в городах. Знаю, что мы, родного есть, мановедущие обращаются со всех уголков, просят открыть в селах, в городах, в селях. В этом по мере возможности стараемся открывать шкулы. Я слышал несколько раз, что быть участником футбольной школы Маунтбойс, то есть быть воспитанником футбольной школы Маунтбойс, это дорогое удовольствие. Я не знаю, откуда у людей появились такие стереотипы, и, пожалуйста, поведайте. Дорогая ли школа, такое обучение, насколько доступное? Почему такое мнение складывается у народа? Ну, у нас в Багистане привыкли люди, что хочется, да, все очень дешево, доступно. Бесплатно и у себя во дворе? Да, да, да. Ну, реалии таковы, что... Без, получается, хороших условий никто к вам и не придет в школу, поэтому мы всегда стараемся создавать лучшие условия, это лучшие поля, лучший инвентарь, самый современный инвентарь. Подключаем, получается, из лучших миров. Вот у нас уже работают такие гиганты, да, своего дела, как Мурат Айдунов и Арсан Айдуниров. И также за счет них к нам идут и новые, молодые, амбициозные мира, да, я обучаюсь у них. И я думаю, сейчас у нас более чем доступные цены. И здесь стараемся сделать так, чтобы было доступно всем. Я знаю, что совсем недавно стоимость абонемента в Махачкале поднялась. Насколько подняли, в связи с чем это связано, почему. И знаю, что с момента открытия и по сей день стоимость не менялась. Чем обусловлен на такой шаг? Ну да, вот как мы открылись, получается, 2 августа 2020 года мы открылись. 1 августа 2020 года, ровно в 53 года, мы поднимаем цену на абонемент на 1000 рублей. Я думаю, здесь думать нечего. Все понимают, что за эти 3 года цены на все увеличились. В том числе и в первую очередь, это затронуть инвентаря, затронуть аренду поля. Отсюда и, можно сказать, в основном и поднять с цен. Еще немаловажный фактор, это то, что мы стараемся подключать как можно больше тренеров. Если раньше на группу 2 тренеров, сейчас у нас уже 3-4 тренера работают в одной группе. Стараемся максимально больше уделять ребенку времени. Индивидуальный подход. Больше получает ребенок времени. Поэтому, я думаю, в совокупности это все и повлияло на поднятие цен. Как аудитория, как родители, отреагировали на это? Честно говоря, приятно, удивлен. Все с пониманием к этому отнеслись. И вообще нет проблем, альхамбилля. Все нормально. Люди воспонимающие, им за это благодарность большая. Ты молодой, амбициозный, перспективный, можно сказать, функционер. С этой стороны не менее перспективный, не менее амбициозный мурат. Как вам удается находить компромисс в точке соприкосновения при спорных моментах? Потому что я знаю, спорных моментов много, проблем в уймах. Как вы выходите? Насколько тяжело бывает решать конфликтные ситуации? Есть ли каковы и существуют? Ну, у нас с первого дня все началось. У нас, альхамбилля, все хорошо проходит. Прислушиваемся друг к другу. Вот и приходим. В общем, если мы не можем прийти, то уже сновы кнемся в нашем тейнеране. В первую очередь к тебе, Расул. Ты как раз и знаешь. И твой совет немаловажный. Ты принять из того или иного решения. Вот, все просто. Пишет. Маунтбойс. Миллион долларов. Скоро. Маунтбойс. Почему? Потому что Маунтбойс. Это наш продукт, наша детища. И мы в первую очередь за развитие детей. За миллион, что мы делаем. Миллион долларов. Их получим, так просто, так же. Просто, я думаю, можно потратить. А развитие. То, что ты отдаешь всего себя, то это, я думаю, иншаллах, в дальнейшем она опоздается. Ты что, ты знаешь, один раз я услышал, между вами есть такой договор. И я был приятно удивлен, когда такое услышал. Я даже не знал, что если эта жизнь, жизнь скоротечна, все мы когда-то уйдем. Я слышал, что если же одного из вас не станет, то второй на протяжении всей жизни будет помогать семье, часть листва, которые ходят с мамой дочь. Как, кому пришла такая мысль, кто ее первым озвучил из вас? Честно говоря, мы не договаривались об этом. Просто вот так получилось, что мы рассказали это. И он так же думал, и я так же думал. Я просто, не знаю, представил, что если такое будет, либо я умру, либо, не дай вам, конечно, такое произойдет, что, как у нас все было по договору, то эту часть, как положено, все это, все средства будут принадлежаться его семье, то детям и так далее. Всегда, ну, я вот так представлял это, я всегда так думал, буду делать, если такое произойдет. И то же самое, и Мурат, да, так же думал. И так получилось, что ты услышал, да, такое, да? Да, реально, я об этом даже не задумывался никогда. Да, и после этого я, честно говоря, вас обоих еще сильнее вас любил, как, прежде всего, братьев-мутульман. Пусть Аллах хранит вас долго, и чтобы вы все работали во благо, во благо республиканского футбола, во благо детишек. Юсуф, я думаю, уже можно подытожить, чтобы ты пожелал воспитанникам детской школы Маунтбойс, и их родителям. В первую очередь я пожелал бы всем терпения, особенно родителям. Понимаю, что это ваши дети, вы очень сильно их любите, переживайте за них. Просто совет, терпение и довериться тренерам, руководителям. Нашала, это будет хорошо. Главное терпение. Ну и на такой прекрасной ноте мы прощаемся с вами. Желаю я, в своем лице желаю вам всем крепкого здоровья. Опять-таки, как Юсик Мусавич сказал, терпение. Потому что школа и тренеры, конечно же, в первую очередь заинтересованы в развитии ваших детишек. Благодарю вас за доверие, потому что доверяете нам. Самое святое это, что у вас есть. Пусть Аллах вас бережет. Всем ассалам алейкум. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Важно услышать ваше мнение. Интересен ли такой формат. Пишите, кого бы вы хотели увидеть следующим гостям. Потому что у нас большой тренерский штаб. Поэтому буду ждать обратной связи. Всем ассалам алейкум. Субтитры сделал DimaTorzok